Добрый день, меня зовут Туркин Павел Сергеевич, я являюсь генеральным директором представительства компании Мегмит. Добро пожаловать на наш стенд на компанию Руссвелл 2022. Хотелось бы изначально рассказать по поводу истории компании Мегмит. Компания Мегмит имеет американские корни. Мегмит взял свое начало в сварочном подразделении компании Эмерсон, которая находилась в Китае, после чего Мегмит выкупил данное подразделение. И вице-президент известной компании Huawei, который ушел из этой компании, он возглавил Мегмит и до сих пор он является, как сказать, президентом компании и самым главным человеком в Мегмите. А Мегмит в России присутствует с 2016 года. За это время мы уже успели поставить наше оборудование на более чем 800 предприятий и продолжаем развиваться. В данном году мы удвоили наш оборот и не собираемся останавливаться, собираемся расти. Я честно скажу, я слышу много положительных отзывов о сварочном оборудовании Мегмит. То, что это якобы одно из лучших оборудований сварочных из Китая. Мегмит зачастую называют китайским фронисом. На данный момент компания Мегмит это самый большой производитель оборудования для полуавтоматической сварки в Китае. Мегмит начал производить изначально роботизированные источники, источники для роботизированной сварки. И только потом уже переключился на источники для ручной сварки. И на данный момент Мегмит занимает 30% всей роботизированной сварки в Китае. Ого! Да. Расскажите про ваш ассортимент, про новинки, какие есть на этом выставке. Ассортимент компании Мегмит достаточно широкий. Сразу я хотел бы сказать, что Мегмит не работает в бытовом сегменте. Мы работаем в промышленном сегменте и только в сегменте полуавтоматов. Мы выставили в этом году линейку аппаратов от 300 ампер. 300 ампер самый маленький аппарат, который дальний. Это аппарат компактный до фактически флагманского аппарата Арцент Пласс. По гарантии по сервису, как у вас? По гарантии по сервису, вы знаете, даже, как сказать, если не считать, что... Если брать, например, независимое какое-то мнение, могу вам сказать, что клиенты наши довольны. Вот те, кто приходит в Мегмит, приходят к этому оборудованию и начинают им пользоваться, влюбляются в это оборудование и продолжают. Во-первых, потому что это хорошая цена и высокое качество. Я бы сказал, что это прям идеальный баланс. Мы, несомненно, даем гарантию на наше оборудование. Это гарантия 36 месяцев, то есть 3 года. Это много, это хорошо. Да, да, да. А какие ориентировочные цены, вот так, пальцем в небо? Вы знаете, ориентировочно цены, конечно же, они зависят и от курса валют. Да, вы сами понимаете, ситуация не слишком стабильная в этом году. Но, в принципе, на данный момент у нас есть, как и очень доступные 300-амперные аппараты, вот как компактный аппарат серии DEX. Да, то есть он будет стоить меньше 100 тысяч рублей. На данный момент порядка 80 тысяч рублей. Да, в своем сегменте этот аппарат не имеет конкурентов на данный момент на рынке. И самый топовый флагманский аппарат ARCEN PLUS порядка 800 тысяч рублей. Да, это топовый аппарат компании Megmit и, скажем так, внутри этого аппарата есть очень многие интересные сварочные режимы, которые могут являться аналогами режимов, которые можно найти у компании Fronius, у компании Lincolne и так далее. А где в России вы находитесь? Мы находимся в Москве, на территории Московского инструментального завода, ближайшее метро Электрозаводская. На территории у нас находится офис, склад, сервисная зона и демонстрационная зона, которую мы вас с удовольствием приглашаем, всех принимаем гостей у себя, с удовольствием варим на всех аппаратах, на которых, в общем-то, клиент хочет поварить. У нас там есть как и ручная, так и роботизированная сварка. Спасибо большое. А можно вас попросить небольшую экскурсию по вашему стенду провести? Да, конечно. Экскурсия по сварочному стенду? Ага. Ну, смотрите, да, самый маленький аппарат, про который я уже говорил, DEX DM3000, это компактный аппарат. Так, откроем крышечку, посмотрим, что у нас идет внутри. Так, как видите, катушка, она прячется вовнутрь. Аппарат очень легкий и сверхнадежный. Какое удобное крепление для него четкое. Да. Четырехроликовый механизм подачи проволоки, вижу ролики большие. Отлично. Угу. Как сказал, аппарат не имеет конкурентов в своем сегменте. Так, а у него синергетика, я вижу. Да, все правильно. Также сохранение программ. Проволоки от 0,08 до 1,2. Все панели мы стараемся русифицировать. Аппараты, которые до сих пор не русифицировали, да, они находятся, а также в процессе русификации. Мы считаем, что это очень важно. Все наши аппараты, они проходят сертификацию NUX, для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Круто. Далее. Это маленький подающий механизм. Хотя, как маленький? Ну, в принципе, маленький, открытый, я так сказал. Это открытый подающий механизм. Это особенная модель для узких применений. Арцент CM500C, C, точнее, C, значит, керриор. Это аппарат, который достаточно успешно применяется в судостроении. Шланг-пакет данного аппарата может достигать длины до 100 метров. Ого. Круто открывается. И сразу тут у нас программа. Вот данный аппарат EF7500. Это, скажем так, легенда компании Megmit. Я думаю, что на данный момент это самый продаваемый, самый популярный аппарат. Почему? Извините, что перебивают, потому что я их очень много видел на производство, когда я их смотрел. Да, все правильно. Скажем так, этот аппарат имеет американские корни. Еще когда Megmit являлся компанией Emerson, у Emerson, скажем, был самый ходовой аппарат. И этот аппарат перекочевал в семейство компании Megmit без каких-либо внутренних изменений. То есть аппарат был выпущен в начале 2000-х годов. И до сих пор он является актуальным. Продается. И он, скажем так, среди пользователей оборудования Megmit, он всеми любим. Рабочая лошадка такая. Да, рабочая лошадка. Он очень и очень надежный. Кстати говоря, по этому аппарату у китайских наших коллег есть исследование, когда аппарат опускали в воду, причем, кстати говоря, в соленую воду морскую, на 4 месяца. Офигеть. После 4 месяцев данный аппарат вытащили из воды. Понятно, что он был весь забит песком, грязью. Аппарат восстановили. Прочистили, продули. И, в общем-то, он работал. Вот это уровень надежности. Да. Далее. Аппарат Dex PM3000. Этот аппарат, так называемый, декомпакт. Он может поставляться с блоком жидкостного охлаждения. То есть, это серия Dex, это минимальная серия. То есть, с минимальными 300-амперными аппаратами. То есть, мы уже с вами видели Dex DM3000, который аппарат моноблок. Чем отличается эта версия, да, как я уже сказал, здесь может быть блок жидкостного охлаждения, и здесь идет выносной механизм подачи. Индекс PM означает, что аппарат импульсный. В отличие от индекса DM. А импульсный одинарный или двойной импульсный? Здесь, именно в Dex PM3000 только одинарный импульс. Понял. А длина шланг пакетов от источника питания до механизма подачи проволоки? Есть какие-то ограничения, там, 10-20-30 метров? Скажем так, если мы говорим про импульсную сварку, то ясно, что чем более длинный шланг пакет мы имеем, тем более пагубно это будет влиять на качество импульсной сварки. Поэтому в стандартной комплектации мы поставляем наши аппараты с 10-метровыми шланг пакетами. И для импульсной сварки мы бы не советовали ставить шланг пакет более 20 метров. А так оно и есть, все правильно. Так, вот этот у нас какой-то красивый. Это один из топовых аппаратов Arcen Pro. Этот аппарат удобен тем, что он прошиваемый. В базовой версии не имеет импульса. В версии P, то есть это средняя версия, уже можно варить нержавейку, черную сталь. И в самой высокой версии прошивки мы уже получаем полный спектр всех металлов, включая цветные металлы, алюминий. Данный аппарат имеет одинарный двойной импульс. Уже заложен в стандарте интерфейс для пуш-пулгорелок. А вот я и смотрю как раз. Да, все правильно. Управляемые горелки также сюда могут подключаться. Естественно, аппарат идет с блоком жидкостного охлаждения. И интересная особенность аппарата, что у Arcen Pro очень большой запас мощности. Arcen Pro имеет 100% PV на 500 А, потому что у него внутри есть инвертор на 630 А. Так же четырехроликовый механизм подключения. Как удобно сделана вот эта штука? Для защиты от попадания пыли и грязи. Механизм протяжки проволоки фирмы PML. PML он себя достаточно хорошо зарекомендовал, как один из мировых производителей. Не только для компании Megmit, а еще и для других брендов сварочного оборудования. Я бы сказал, это премиальный механизм протяжки. Брультально выглядит, все классно сделано. Так, перейдем к этим аппаратам. Это у нас что такое? Так, это у нас Arcen 7500. Я бы сказал, на данный момент в России среди клиентов Megmit один из самых популярных аппаратов. Это также 500 А аппарат от нашего легендарного аппарата E-HF. Он отличается тем, что он уже идет с блоком жидкостного охлаждения и с дополнительными режимами. Как видите, панель у нас русифицирована. Этот аппарат мы поставляем на рынок очень давно. Также он очень надежный и любимый нашими клиентами. А Naxx на него есть? Или вообще Naxx на оборудовании Megmit? Как я уже говорил, все аппараты, которые вы сейчас видите на нашем стенде, мы делаем для них аппараты Naxx. Спасибо большое. Продолжаем экскурсию по стенду Megmit. Да, так как я уже говорил вам, что Megmit изначально начинал с производства источников для роботизированной сварки, мы сейчас подошли как раз к части, где у нас стоят роботы ГСК с роботизированными источниками Megmit. Можно увидеть, да, то, что механизм подачи проволоки Megmit, установленный на роботы. Да, достаточно компактный, легкий, эффективный. Хотел бы добавить, что источники Megmit очень легко коммуницируются со всеми видами роботов. Да, не только с китайскими роботами, а со всеми известными роботами. Это Yaskawa, Fanuc, ABB, KUKA. Хотел бы добавить, что у нас, у компании Megmit, достаточно большое количество интерфейсов коммуникации. Это Ethernet, DeviceNet, Analog, EtherCAT и так далее, и так далее. Я так понял, есть разница между цифровое управление и аналоговое управление для роботов, правильно? Или я неправильно владею информацией? Ну, скажем так, аналоговое управление роботами – это система управления, которая, скажем, устаревает с каждым годом. И сейчас все более сложнее и сложнее, в общем, ее найти. Поэтому, конечно же, сейчас самые популярные системы, схемы коммуникации робота из сварочного источника – это Ethernet и DeviceNet. Понял. Так, я вот сейчас камеру переведу вот сюда. Тут у нас показаны, опять же, роботы, механизм подачи проволоки. Так, и какой у нас интересный робот с такой штукой. Не знаю, что и такое, но выглядит круто. Тут тоже у нас источник Megmit роботизированный. Да, все правильно. Спасибо большое за уделенное время. Спасибо вам. Будем дружить. Спасибо.